Министр экономики Азербайджана Микел Джабаров побывал на ежегодном совещании Исламского банка развития, где обсуждали финансирование таких проектов, связанных с транспортом и зеленым развитием. Также стало известно недавно, что Центробанк России сохранил свою учетную ставку и при этом наблюдается такая тенденция из-за снижения инфляции. Между тем, известно, что в конце недели президент России полетит в Китай. О чем будут говорить, какие темы будут затрагивать, будем обсуждать в рамках сегодняшнего выпуска. Итак, к темам. Благодаря обилию воды и продуктивным турбинам новые гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана работают на номинальной мощности. В то же время в Азерэнерже стремятся получать углеродные сертификаты. Для ускорения перехода на зеленую энергетику и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу Азерэнерже активно работает над развитием возобновляемых источников энергии в освобожденном Хельбаджарском районе. В настоящее время здесь строятся еще четыре малые гидроэлектростанции – Ашага-Венг, Юхары-Венг, Надирхан-Лэй и Зар, которые планируются запустить к 2024 году. Кроме того, уже открыты станции Кельбаджар-1, Чираг-1, Чираг-2, Гамыш-Лы, Соик-Булак и Мейдан. Реконструированы и запущены шесть малых газ. Благодаря обилию воды в текущем году и высоким показателям эффективности новых турбин, станции в настоящее время работают на номинальной мощности. В то же время в Азер-Энерже рассчитывают получить углеродные сертификаты. С этой целью в организации Global Carbon Council в Катаре была подана заявка на регистрацию станций. Уже получено разрешение на переход к следующему этапу процедуры – регистрации предприятия. Эта инициатива станет первой в истории Азербайджана по предоставлению углеродных сертификатов для энергетических объектов на освобожденных территориях. В ходе ежегодных совещаний Исламского банка развития в Ириаде состоялся круглый стол на пути к КОП-29, в котором участвовал министр экономики Азербайджана Микел Джабаров. И особое внимание было уделено созданию механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики. В рамках совещания обсуждались актуальные вопросы, включая высокие процентные ставки в США и рост ограничений международной торговли. Министр экономики Азербайджана Микел Джабаров принял участие в круглом столе на пути к КОП-29. Встреча состоялась в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития. Обсуждены меры в сфере зеленого роста и обеспечения устойчивого энергетического потенциала Азербайджана. Также рассмотрено создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемых источников энергии. В ходе визита в Саудовскую Аравию Микел Джабаров встретился также с министром энергетики Королевства Абдул-Азизом Абэн-Салманом Аль-Саудом, президентом Сауди Арамко Амином Анасером и управляющим директором Всемирного экономического форума Амиреком Душеком. В целом, в Ир-Ряде обсуждались самые актуальные проблемы глобальной экономики. Так, высокие процентные ставки в США делают рискованными инвестиции экономики развивающихся стран. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. «Мы видим, что высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на перспективы роста во всём мире. Во-вторых, высокие процентные ставки в США означают, что деньги идут туда. Зачем рисковать на развивающихся рынках, если можно вложить деньги в казначейские облигации США? Высокие процентные ставки означают также сильный доллар. А когда доллар силен, то для многих валют это оборачивается обесцениванием, что затрудняет борьбу с инфляцией внутри той или иной страны». Для восстановления мировой экономики странам необходимо перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. Как только инфляция достигнет целевых показателей, считает глава МВФ. По её словам, инфляция в США снизится до целевого значения к 2025 году. Однако фонды опасаются, что процентные ставки не вернутся к допандемийному уровню. А выступая уже на специальной сессии Всемирного экономического форума, Георгиева отметила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четверо. Это оказывает пагубное влияние на мировую экономику. «За последние годы мы наблюдаем четырёхкратное увеличение торговых ограничений. Если проанализировать меры промышленной политики, то за последние годы их было принято 2500. Из них 70% – разрушительные, негативные для торговли меры. Я сомневаюсь в целесообразности торговых ограничений, которые правительство ввозит для декарбонизации своих экономик и обеспечения энергетического перехода. Существует промышленная политика, которая объясняется желанием ускорить декарбонизацию. Именно такая логика стояла за некоторыми из сегодняшних мер. Но разумно ли вы это делаете – пока неизвестно». По прогнозу МВФ, темпы роста мировой экономики к концу десятилетия замедлятся до уровня чуть выше 3%. Это на один процентный пункт ниже среднего допандемийного показателя. Среди основных причин этого Георгиева назвала фрагментацию глобальной экономики и снижение производительности. По её словам, преодоление фрагментации обеспечит дополнительный рост экономики на 1,2% пункта к 2030 году. Эту же тему обсуждать продолжим с Николаем Ильяровичем. Он с нами на связи. Приветствую вас. Добрый день. Как уже было отмечено, министр экономики побывал на совещании ИБР. Там затрагивали вопрос о развитии зелёной энергетики. Какие преимущества можно было бы получить от финансирования зелёных проектов исламским банком, учитывая все их правила, законы, ведения банковских дел? Ну, во-первых, здесь речь идёт, конечно, о том, что исламский банкинг достаточно сложно относится к процентным ставкам. Поэтому здесь, скорее всего, речь будет идти о более дешёвом выделении денег. Ну, а если говорить о зелёной энергетике, то зелёная энергетика интересна тем, что она сейчас находится на подъёме. И если традиционная классическая энергетика, которая уже давно осваивается, имеет очень немного потенциала для развития, имеется в виду потенциала даже с точки зрения роста эффективности, то зелёная энергетика, она, в принципе, имеет большие перспективы на удешевление. И с этой точки зрения вложения в зелёную энергетику сейчас являются крайне перспективами. Поэтому я не удивлён, что исламское финансирование с большим интересом смотрит на эти проекты. Это совершенно правильное, разумное действие. Как мы уже обозначили в начале выпуска, Центробанк России, известно, сохранил чётную ставку на уровне 16%, потому что, хоть и инфляционное давление ослабевает, но остаётся высоким. Обратим внимание на показатели. В первый месяц весны инфляция снизилась до 0,39% в месячном выражении. За февраль эта отметка была 0,68%. И ожидаемая инфляция составляет 11,5%, наблюдаемая 14,8%. За счёт каких рычагов удалось остепенить инфляцию? Ибо считается, что пик уже проден. И чем обусловлены позитивные ожидания о снижении инфляции в дальнейшем? Ну, я бы не стал пока переоценивать вот такие небольшие изменения инфляции. По крайней мере, можно пока сейчас сказать о том, что инфляция не растёт, но и сильно не снижается. То есть, процессы пока ещё идут очень медленно. И, в общем, именно поэтому Центральный банк пока сохраняет высокую процентную ставку. Потому что именно высокая процентная ставка – это как раз способ отбытия инфляции. Она уменьшает денежную массу в экономике, сокращает предложение денег и тем самым ведёт к тому, что рост цен замедляется. Но, поскольку этот процесс идёт крайне медленно, вообще денежное обращение реагирует на действия крайне медленно всех процессов, то можно говорить о том, что это действие будет где-то на протяжении нескольких месяцев, не раньше. И немного затронем события предстоящие на этой неделе. Президент России посетит Китай. Если не ошибаюсь, визит запланирован на 2 мая. Чем примечателен этот визит и какие темы будут затронуты? При том, что наблюдаем, как визиты американской и европейской делегации сменяются российскими. Ну, здесь, если говорить об экономике, то между Китаем и Россией достаточно много болевых точек, связанных с финансированием, связанных с тем, что платежи между китайскими и российскими банками проходят крайне медленно. И, естественно, наверняка этот вопрос будет затронут. Какие вопросы ещё будут затронуты? Ну, скорее всего, это будут вопросы, связанные с внешнеполитическими действиями России и Китая. И здесь вопросы, скорее, политические. К сожалению, здесь я, наверное, вынужден буду говорить чисто об экономике, потому что всё-таки я экономист, а не политолог. Мне кажется, что процессы взаимодействия Китая и России будут продолжаться. И этот визит, он, наверное, просто постарается перевести эти отношения на какой-то другой уровень. Удастся ли это, мы посмотрим. Пока я не могу говорить о том, что серьёзные прорывы в экономических отношениях России и Китая будут, потому что слишком много болевых точек. Николай Ильярович, благодарю за ответы. Напомню, на связи с нами был Николай Ильярович Кульбака. Говорили мы об актуальных темах на сегодняшний день в экономической повестке. Продолжаем выпуск. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Мирбеков подчеркнул важность проведения КОП-29 как средство повышения осведомлённости о климатических проблемах. Переход к зелёной энергетике становится стратегическим приоритетом. Для Азербайджана подробности в следующем сюжете. Проведение в Баку климатической конференции ООН КОП-29 – это огромная ответственность. В то же время это помогает повысить уровень внутренней осведомлённости в вопросах климата. Об этом сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Мирбеков в интервью бразильским СМИ. По его словам, переход к зелёной энергетике становится важнейшим приоритетом для углеводородной страны. КОП-29 – важнейшее мероприятие, когда речь идёт об одной из величайших проблем, стоящих перед всем миром – изменении климата и всех его последствиях, с которыми сталкиваются все страны. Поскольку Азербайджан известен как углеводородная страна с экономикой, основанной на разведке природного газа и нефти, мы в течение нескольких лет осознавали, что должна обеспечить переход к зелёной возобновляемой энергетике, что является одной из стратегических целей нашего правительства. Ильчина Мирбеков также отметил, что Азербайджан стремится укреплять торговые связи с Бразилией. Страна могла бы увеличивать импорт из Азербайджана удобрений, что очень важно для экономики. Он также отметил, что необходимо увеличивать число туристов. А это станет возможным благодаря прямым рейсам, что сократит время в пути и сделает поездки более комфортными для гостей. Сабина Мурадова, CBC Страны Евразийского экономического союза и Иран ускоряют темп усиления своих экономических связей, в том числе благодаря созданию зоны свободной торговли. Подробнее в сюжете Сара Ливой. В Госдуму России поступил на одобрение законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Документ, подписанный в декабре 2023 года, уже одобрен правительством России. С утверждением в Думе он вступит в силу, открывая новый этап сотрудничества между странами-членами Союза и Ираном. Зона свободной торговли также значительно снизит нетарифные барьеры, что облегчит перемещение товаров между странами. Это всё улучшит деловой климат и будет способствовать росту торговли и инвестиций. Соглашение предусматривает беспошлиный доступ стран ЕАЭС на иранский рынок, который насчитывает около 90 миллионов человек. Это создаст большие возможности для бизнеса всех участников инициативы в различных секторах, включая энергетику, машиностроение и сельское хозяйство. Если говорить о видах товаров, которые преобладают во внешней торговле между Россией и Ираном, то, безусловно, основная масса товаров – это продукция сельского хозяйства. Кстати говоря, она доминирует и в импорте, и в экспорте. Если брать российскую статистику, при взаимодействии с Ираном. Также можно отметить достаточно большую долю полезных ископаемых, также изделий из пластмасс, некоторые другие товары. Они также присутствуют во взаимной торговле. Безусловно, с подписанием соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС объем этих товаров будет очень сильно увеличиваться. Помимо этого, зона свободной торговли охватит около 90% всех тарифных линий, что составляет 99,2% экспорта стран ЕАЭС. До сих пор Иран был относительно закрытым рынком с высокими тарифами на импорт. Однако в рамках нового соглашения средний уровень пошлин для стран Союза снизится с 30% до всего 4,5%. Это означает экономию для стран ЕАЭС 380 миллионов долларов в год. Иран также получит выгоду от снижения пошлин на свой экспорт в страны Союза. В то же время, создание зоны свободной торговли может повлиять на увеличение международных расчетов в национальных валютах. С моей точки зрения, соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, конечно, усилит такие тенденции к использованию национальных валют в международной торговле между странами. И, безусловно, большая ориентация Ирана на страны ЕАЭС позволит в большей степени использовать государственные инфраструктуры России и Ирана для того, чтобы финансовая часть поставок, финансовая часть сделок проходила в более безопасном режиме. Создание зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом станет важным шагом на пути к региональной интеграции и усилению экономического сотрудничества между странами. Это также свидетельствует у приверженности России и Ирана укреплению связей и совместной работы для создания более благоприятной и взаимовыгодной глобальной торговой системы. Изъятие российских активов обойдется Западу недоверием инвесторов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Ранее в Международном валютном фонде заявили, что вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юриспруденциями и судами. После изъятия заблокированных российских активов Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данный вопрос в эфире телеканала «Россия-1». Также Москва примет ответные меры, поскольку в стране тоже есть западные деньги, заявил официальный представитель Кремля. Кроме того, он указал, что Россия готова отстаивать свои интересы в этом плане и использовать для этого все возможности. Но говорить о конкретных ответных мерах пока преждевременно. Это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы «Кордина». Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. В случае изъятия активов Кремль будет решать вопрос с Евросоюзом в судебном порядке и бесконечно отстаивать свои интересы, заявил Дмитрий Песков. Между тем, на днях министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полный арест российских активов в пользу Украины является оправданным. Но это лишь одна из возможностей, указала она в интервью Reuters. Так рассматривался вариант переноса процентов по российским активам на выпуск облигаций или кредитов для Украины. Этот вариант обсуждался. Лидеры попросили нас предоставить им ряд вариантов, и так мы обсудили немало. Я считаю, что исходя из международного права и других факторов, такая конфискация, полная конфискация активов, является оправданной мерой. Но это не единственная возможность. Мы могли бы представить, что этот актив будет служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине. Тем временем в Международном валютном фонде заявили, что вопрос конфискации активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами. Фонд предупредил, что использование этих средств несет риски мировой валютной системе. После начала войны в Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, в том числе бонда Центрального банка и капитала российских предпринимателей. Самир Арзаева, CBC. Избежать энергетического кризиса, охватившего западные страны Турции, помогли поставки российского газа. Об этом заявил министр энергетики Республики Аль-Парслан Байрактар. Как сообщает Financial Times, Россия остается крупнейшим поставщиком голубого топлива в Турцию. Доля поступающего в страну, в основном по трубопроводам российского газа, превышает 40%. Байрактар также подчеркнул, что Турция предприняла целенаправленные усилия по расширению инфраструктуры для приема и хранения жиженного природного газа. Это делается и для того, чтобы найти новых поставщиков до 2026 года, когда истекают сроки текущих контрактов с Россией и Ираном. В поисках новых источников поставок СПГ Анкара ведет переговоры с американской Эксон Мобиль, рассчитывая получать до 2,5 миллионов тонн в год, что будет стоить более миллиарда долларов. В последние годы финансирование привлекает внимание как механизм поддержки устойчивого развития инфраструктурных проектов, о чем говорилось на глобальном форуме Исламского банка развития. Обмечался не только его потенциал для распределения рисков и инновационного подхода, но и в соответствии с современным вызовом. Исламское финансирование имеет большой потенциал для поддержания экономических систем. Об этом сказал управляющий фонда национального развития Саудовской Аравии Стивен Гроф, выступая на 18-м глобальном форуме Исламского банка развития по исламскому финансированию в рамках ежегодных совещаний ИБР в Эр-Риаде. По его словам, исламское финансирование не только способствует распределению рисков, но и позволяет внедрять инновационные подходы, которые приносят пользу как мусульманским, так и немусульманским сообществам во всем мире. «Подобная финансовая деятельность имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития во многих странах, особенно во времена кризиса. В таких странах, как Саудовская Аравия, предпринимательство рассматривается не просто как двигатель прогресса, но и как ключевой элемент достижения инклюзивного и устойчивого роста. Рамки исламского финансирования с их упором на распределение рисков предлагают основу содействия и инициативам в области финансирования и развития, которые являются одновременно устойчивыми и этически обоснованными». Еще одним важным аспектом финансового прогресса является интеграция технологий в финансы и влияние, которое финтех имеет на расширение доступа к финансовым продуктам и услугам. «Финтекс сейчас играет ключевую роль в обеспечении инклюзивности финансовых систем. Исламское финансирование не является исключением. Технологические достижения привели к появлению платформ, которые не только повышают доступность финансовых услуг, но и поддерживают этические стандарты, особенно в сочетании с хорошо структурированными продуктами и услугами». Кроме того, исламское финансирование – это эффективный механизм для удовлетворения растущего спроса на инфраструктурные проекты. Об этом заявил председатель группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джасер. Он считает, что миру нужны долгосрочные решения, а устойчивые инфраструктурные проекты являются ответом на такие вызовы. «Однако финансирование этих проектов требует смены парадигмы. По оценкам, к 2040 году дефицит финансирования инфраструктуры составит 15 триллионов долларов. Традиционные механизмы государственного финансирования не способны удовлетворить растущий спрос инфраструктурных проектов. Чтобы решить эти проблемы и мобилизовать достаточное финансирование для долгосрочных инвестиций, нужен свежий подход. Именно здесь исламское финансирование проявляется как луч света. Его принципы, основанные на распределении активов и рисков, идеально соответствуют потребностям наименее развитых стран в долгосрочных инфраструктурных проектах». Между тем, в Саудовской Аравии проходит ещё одно важное мероприятие – Всемирный экономический форум. Его участниками отмечено, что высокий спрос на углеводороды будет сохраняться в течение долгого времени, несмотря на усилия правительств отказаться от ископаемых видов топлива. Об этом заявил гендиректор Катар Энерджи, государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида Аль-Кааби. «Спрос на нефтегаз будет сохраняться ещё очень долго. Нам нужны нефтехимические продукты, которые не могут производить электростанции, работающие на энергии ветра и солнца. Нам придётся использовать заводы для производства продуктов нефтепереработки в течение очень долгого времени. Нам нужен газ для производства энергии, который будет обеспечивать экономический рост». Аль-Кааби также призвал отказаться от демонизации углеводородов и раскритиковал правительства, которые настаивают на необходимости энергетического перехода. Он напомнил, что большинство развивающихся экономик зависят от использования ископаемого топлива. «Многие правительства говорят о зелёных инициативах, но на самом деле за них не платят. К тому же речь идёт о потребителях, которые будут платить за все эти зелёные инициативы», – подчеркнул госминистр. Фарид Аделов, Сабина Мурадова, CBC. И темы завершаем визитом Маска в Пекин. По данным СМИ, он обсуждает с китайскими чиновниками развертывание программы автопилота для машин Тесла. И американский бизнесмен считает это перспективным, и возможности передачи данных из Китая в США также будут обсуждаться. Крупнейшая китайская поисковая компания Baidu и американская Tesla достигли эпохального соглашения, сообщает Reuters. Производители электромобилей получат доступ к картографической лицензии Baidu для сбора данных о дорогах общего пользования страны. Эта сделка устраняет последние препятствия для предложения в Китае системы автопилота Tesla. Full self-driving или сокращенно FSD – новая фишка автопроизводителя. Она ещё не была представлена в Китае, хотя за 10 лет Tesla продала в стране более 1 миллиона 700 тысяч электромобилей. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск встречается в Пекине с высокопоставленными чиновниками. Визит проходит по приглашению Китайского совета по содействию международной торговли, сообщает Центральное телевидение Китая. Ещё одна горячая тема Маска – мозговой имплант, разрабатываемый стартапом Neuralink. По словам предпринимателя, он может быть одобрен для общего использования в ближайшие несколько лет. «Всякий раз, когда вы вводите что-то в организм человека, требуется много времени, чтобы доказать безопасность. Я думаю, что через год или два это может быть одобрено для общего использования». На встрече с президентом Китайского совета по содействию международной торговли Реном Хомбином Маск заявил, что безопасность является одним из самых важных вопросов в развитии мозгового импланта. Он призвал помочь пациентам с тяжёлым параличем управлять внешними технологиями, используя только нейронные сигналы. Neuralink впервые установила чип человеку в январе. Между тем, Рен подчеркнул, что Китай придаёт большое значение созданию благоприятных условий для предприятий, финансируемых из-за рубежа. «Я просто хочу поблагодарить вас за участие в первой китайской международной выставке «Цепочек поставок». Я думаю, что цепочка поставок – это своего рода горячая тема не только в Китае, но и во всём мире. Китайское правительство уделяет большое внимание развитию рыночной, а также основанной на правилах бизнес-среды. Ассоциации и институты обеспечат благоприятные условия для компаний с иностранными инвестициями, включая Тесла. Neuralink – проект Илона Маска, который стартовал в 2016 году. Компания занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов. Впервые прибор показали в июле 2019 года. Нармина Хамбабаева, CBC. Взглянем на то, что происходит с фондовыми индексами США по итогу прошлой недели. Здесь видим рост за техсектором. Американские фондовые индексы росли по итогам торгов в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний, включая Alphabet и Microsoft. В целом за минувшую неделю Dow Jones увеличился на 0,5%. Standard & Poor's 500 и Nostak Composite прибавили 2,2 и 3,5%, что стало лучшим недельным повышением с ноября. Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. И в то же время индекс потребительских цен в марте повысился на 0,3% и совпал с прогнозом. В данном выражении индигатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. Цены на нефть завершили в плюсе пятницу и неделю в целом. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали за день на 0,28% и составили 83,05$. В то же время это максимальные показатели 16 апреля, сообщает MarketWatch. За минувшую неделю Brent увеличился на 2,5%, WTI на 2%. На нефтяных рынках, безусловно, все еще присутствуют геополитические опасения, поскольку цены на нефть марки WTI превышают 80 долларов, передают рейтинговые агентства. И стоимость азербайджанской нефти также понизилась. Она по сравнению с позапрошлой неделей составила 89,34$. Снижение было на почти 1,5 доллара. Максимальная цена за предыдущую неделю достигала 90,68$, а минимальная 88,33$. Цены на золото взлетели до нового исторического максимума 2315 долларов за унцию. На фоне ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США готовится снизить процентные ставки позднее в этом году, несмотря на упорно высокую инфляцию. Считающийся безопасным активом золота подорожал на 15% в середину февраля. Рост котировок также подпитывали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и следите за экономической повесткой дня. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok